Но была группа так называемой творческой интеллигенции, которая поехала в Армению уговаривать президента выдать звяда Гамсахурдия. И в эту группу знаете, кто входил? Ну, вы будете огорчены, конечно. А вот не надо было выбирать такого страшного человека, как звяда Гамсахурдия. Об этом и пишет все время ничтожество Тенгиз Аблотфия, что именно звяда Гамсахурдия вместе с Джухаром Дудаевым привели Грузию к катастрофе. Людей расстреливали на улице. Госсекретарь США не повел бровью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Звяд Гамсахурдия, как сын своего народа, пусть даже и позор своего народа, должен оставаться, конечно, в Грузии. И, конечно, в измененном виде. В виде мертвеца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 31 марта 2024 года Звиаду Гамсахурдия исполнилось бы 85 лет. Недавно мы отмечали 80-летие Джохара Дудаева. Ичкирийцы чтят память своего первого президента. Джохара Дудаева цитируют на украинских каналах. В честь него переименовывают улицы в разных городах Украины. В различных странах скверы, парки, улицы называются в честь Джохара Дудаева. У него был друг и соратник Звиад Гамсахурдия. Великий человек, которого Джохар Дудаев называл своим учителем. Великий сын Кавказа, с именем которого связана независимость Грузии. Российские спецслужбы, кураторы различных агентов уже сбрасывают методички. Чекисты боятся Звиада Гамсахурдия даже мертвым. И пророссийские ничтожества, такие как Тенгиз Аблотия, который последние годы занимается тем, что смешивает с грязью Звиада Гамсахурдия, Джохара Дудаева уже опубликовал на Эхе Кавказа подразделение «Радио Свобода» свой пасквильный текст. Почему Звиада Гамсахурдия так боятся чекисты? И почему сегодня история, связанная со Звиадом Гамсахурдия, это дело не только Грузии и грузин. Так же, как и история, связанная с чеченским вопросом, с Чеченской республикой Ичкерия, с Джохаром Дудаевым, с русско-чеченскими войнами, это дело не только чеченцев. Как мы видим, сегодня это дело уже совсем даже не только чеченцев. Точно так же история Звиада Гамсахурдия должна стать личным делом всех нормальных людей, журналистов, о нем должны рассказывать. Почему это личное дело не только грузин? Да очень просто. Вы помните визит Ксении Кирилловой к нам в Прагу, когда мы начали рассказывать о Чеченской республике Ичкерия? Вот тогда у них стало трещать. Кто-то же ее послал, кураторы собрали эту Ксению Кириллову в дорогу, для того, чтобы послать нам угрозы. Не говорите о Чеченской республике Ичкерия. Это вообще все не так делается по-человечески. Это вот не так все делается. Подожди, по-человечески это как? Вы находите таким образом, вот этим всем выбиванием фанатичным из людей этой темы, того, что люди эту тему возненавидят, и возненавидят ваших чеченцев и вас вместе с ними. Вот точно то же самое происходит с информацией о звяде Гамсахурдия. Его поливают грязью. Бывшие советские диссиденты меняются от злости в лице, как только произносится имя звяда Гамсахурдия. Но точно так же, как в их присутствии произносятся слова Чеченская республика Ичкерия или Джохар Тудаев. Если сегодня в Европе на Западе 350 тысяч ичкерийцев подняли знамя Чеченской республики Ичкерия, то, к сожалению, в Грузии ситуация катастрофическая, потому что на Западе нет объединения, которые подняли бы знамя звяда Гамсахурдия и отстояли бы его честь и правду о нем. Я призываю журналистов украинских, западных, говорить об этом, несмотря на то, что на эту историю наложено табу. Письмо звяда Гамсахурдия сразу после государственного переворота, который осуществили чекисты в Тпилиси в 1991-1992 году, опубликовал единственный сайт, антиимперский блок народов. Больше никто, никакие ресурсы, не опубликовали это обращение звяда Гамсахурдия в международной инстанции. Меня спрашивают многие ичкерийцы, что происходит в Грузии? Ведь во всем мире известно, что Грузия – это независимое государство, но при этом Грузии управляют российские спецслужбы. Это тоже не секрет. Дело даже не в пресловутом пророссийском олигархе Бедзине Иванишвили, который держит Грузию в кармане, начиная с 2012 года. История с государственным переворотом 1991-1992 годов в Грузии покрыта мраком. Правду скрывают. Скрывают о расстреле огромного количества грузинских патриотов. Ведь вспомните, движение за независимость началось именно в Грузии. Такой силы движения не было нигде, ни в одной республике. И 9 апреля 1989 года – это именно всплеск национально-освободительного движения. Поэтому, когда вы говорите, что же случилось с грузинами, я могу сказать, что случилось с грузинами. Вот именно тех патриотов, которые стояли рядом со звядом Гамсахурди, их убили. Это были расстрелы в начале января. Это было сделано по приказу Эдуарда Шеварднаци. Потому что никто из чекистов не мог мириться с тем, что настоящий лидер грузинского национального движения Звиад Гамсахурди будет президентом Грузии. Чекисты просто не могли это допустить. Потому что Звиад, естественно, занялся бы разоблачением этой агентуры, этой чекистской сволочи, которая всю жизнь преследовала его, Мираба Куставу и их соратников. Именно поэтому такие животные, как Джаба и Сюляни, страшнейший убийца, был выпущен из тюрьмы и возглавил Мхедриони. Четыре тысячи страшных уголовников было выпущено из тюрем, чтобы они пополнили вот эти ряды убийц, которые свергали вместе с Закавказским военным округом по приказу Игоря Бачева, но и Ельцина. Эти события происходили как раз на грани, как раз в эти самые судьбоносные дни, когда Ельцин вытолкнул с политической сцены Горбачева. Звиаду угрожали сначала Горбачев именно в декабрьские дни, требуя подписания нового Огаревских соглашений, нового союзного договора. Когда Ельцин выпихнул Горбачева, уже Ельцин стал требовать от Звиада подписания нового договора. Звиад отказался идти на поводу и у Горбачева, и у Ельцина. И самое страшное, что вот эта волна пропаганды, которую вы уже все сегодня прекрасно знаете, которая направлена против украинцев, что они фашисты, против чеченцев, что они террористы, но эта волна пропаганды впервые обрушилась на одного человека, на Звиада Гамсахурде. Такой грязи, такого потока лжи мир еще не знал, потому что в травлю включились не только коммунисты, не только чекисты, но и российские так называемые либералы, демократы, диссиденты, кто угодно. Они как будто сорвались цепи. Непонятно, что им сделал Звиад такого, что они готовы приветствовать и обниматься с Эдуардом Шеварднадзе. Где принципы либерализма, демократии, где хваленые диссиденты, которые поставили на Эдуарда Шеварднадзе, на КГБшника, на генерала КГБ. Что им сделал Звиад Гамсахурде, кроме того, что мы выбрали его президентом в Грузии. И какое дело было русским журналистам, диссидентам, правозащитникам до нашего выбора. Это был наш выбор. Но они поступили еще более подло. Они прекрасно знали, что такое военный переворот в Грузии, сдирижированный из Кремля. И они замели это под ковер. Они подло дали этим событиям произойти. И пели Асану Эдуарду Шеварднадзе. Называли его архитектором перестройки. Все эти, Мирабы Мамардашвили, Отары и Осилиани, это все люди, которые кормились от кормушки Эдуарда Шеварднадзе. Так вот, куда делись все эти защитники демократии, либерализма, эти диссиденты, когда на нас в Грузии обрушился настоящий террор? Единственный человек, который помог Звиаду Гамсахурде, который спас его от смерти, был Джухар Дудаев, президент независимой Чеченской республики Ичкерия. Идет огромная дезинформация о всех событиях Грузии. О всех событиях. И эта дезинформация в первую очередь исходит от незаконного, самозванного, так называемого, правительства, которое сейчас находится там, и которое прилагает все силы, чтобы обмануть мировую общественность. Поэтому я представлю перед вами очень много интересных документов. представлю список погибших во время расстрела митинга только за один день. Только за один день. Трагические события 2 февраля, как вы знаете, потрясли весь мир, но информации о убитых, о погибших пока не существовало. Но сейчас мы уже обладаем этим. И вот я сообщу это всем. Сообщу, какими методами расправляется военная хунта с народом. С народом, который против их господства и против государственного террора, который сейчас там процветает. Сразу после переворота его не приняла ни одна страна, ни Азербайджан, ни Армения. Но была группа так называемой творческой интеллигенции из Твилиси, которая поехала в Армению уговаривать президента выдать Звяда Гамсахурдия, этого военного преступника. И в эту группу знаете, кто входил? Ну, вы будете огорчены, конечно. Вахтан Кикабидзе. Почему? Потому что он был тоже прикормлен Шеварднадзе со времени Советского Союза. Как вы знаете, еще со времен Советского Союза Грузия была самой блатной республикой, где воры в законе процветали, и их никто не трогал. Эту малину устроил Эдуард Шеварднадзе. И как вы думаете, мог ли этот человек допустить, чтобы президентом в свободной Грузии был Звяд Гамсахурдия? Конечно, нет. Звяд был обречен. Кроме того, эта фальшивая репутация Эдуарда Шеварднадзе как отца перестройки, архитектора перестройки, архитектора развала Советского Союза. Это именно то, что делают чекисты. Когда они понимают, что процесс не остановить, они должны оседлать этот процесс и должны руководить этим процессом. В скобках замечу, почему сегодня очень важно отслеживать, кто начинает переобуваться и вписываться в движение за распад Российской Федерации. Потому что уже все поняли, что этот процесс не остановить. Поэтому появляются личности, на которых негде ставить клейма, и которые сегодня заявляют, что они будут бороться за распад Российской Федерации. Вот с этими людьми надо быть очень осторожными, потому что именно такую схему разработали чекисты во время распада Советского Союза. То есть на Сахарова нашелся Собчак, на Звяда Гомсахурде нашелся Эдуард Шеварнадзе. И такие же личности сегодня будут появляться, выталкивая настоящих лидеров национально-освободительного движения. В этом процессе распада уже теперь Российской Федерации. Так вот, чтобы мои чеченские друзья поняли, что же произошло с Грузией, ликвидированы сторонники Звяда Гомсахурде. Людей расстреливали на улицах. Это происходило даже во время визита госсекретаря США, которого пригласил в Грузию Эдуард Шеварнадзе показать, какие прекрасные процессы идут в независимой Грузии. Людей расстреливали на улицах. Госсекретарь США не повел бровью. То есть историю с преступлением против Звяда Гомсахурде, против независимой Грузии попросту лидеры предпочли закрыть на это глаза и дать фору молодой демократической России Бориса Ельцина. Все страны поставили на демократическую Россию Бориса Ельцина. И поэтому преступление, связанное со Звядом Гомсахурде, его дальнейшее убийство было совершенно в порядке вещей. То есть в Тбилиси расстреливали сторонников государственности и сторонников Звяда Гомсахурде. Но что случилось даже с этими людьми, которые уехали, поскольку российская пропаганда так все повернула, что эту историю придали забвению и колоссальной пропаганде на этих людей, на грузин, повесили к тому же вину. А вот не надо было выбирать такого страшного человека, как Звяд Гомсахурде. Об этом и пишет все время ничтожество Тенгиз Аблотфия, что именно Звяд Гомсахурде вместе с Джохаром Дудаевым привели Грузию к катастрофе. То есть не наоборот. А теперь следите за руками. Смотрите, что произошло. В Тбилиси установился террористический режим. Чекиста Эдуарда Шеварднадзе, вора Джабо Силиани, преступника, Тенгиза Китовани, который в руины превратил проспект Руставели, Тенгиза Сигуа, который предал Звяд Гомсахурде. И уже в 93-м году, 18-го октября, Ирина Саришвили, агент Эдуарда Шеварднадзе, агент России, которая еще в 90-м году совершила турне по таким мировым лидерам, как Вацлав Гавил, и к таким журналистам, как редактор газеты Выборча Адам Михник, с тем, чтобы донести до них весть, что оказывается Звяд Гомсахурде, диктатор. Недавно на одной из встреч с Анной Фатыгой я познакомилась с министром обороны Чехии Александром Вондрой, который входил в правительство Вацлава Гавила в то время. И вот когда он поинтересовался, почему я так увлечена темой независимой Ичкерии, казалось бы, я ведь не чеченка, и я объяснила ему, что же произошло в Чеченской республике и у нас в Грузии со Звядом Гомсахурде, что эти темы связаны, и поэтому я так страстно этим занимаюсь, он сказал, что у нас в то время в Чехии было известно, что в Грузии существует только два настоящих диссидента, Мираб Кустава и Ирина Саришвили. То есть вот это агент, роль которой заключалась именно в том, чтобы заниматься дискредитацией Звяда Гомсахурде на Западе и среди диссидентов, она выступила 18 октября в здании филармонии, в зале сидел Эдуард Шаварнадзе и она призвала ликвидировать Звяда Гомсахурде, который уже покинул Грозный и приближается к городу Тбилиси. Так вот, эта самая мадам Ирина Саришвили, она сегодня в Грузии рукопожатна. Ее приглашают на каналы и она дает интервью. И с ней дружат журналисты из оппозиции, из той самой оппозиции к Бедзине Иванишвили. Что произошло? Все эти годы после свержения Звяда Гомсахурде правил чекист генерал КГБ Эдуард Шаварднадзе. Пока в 2003 году было решено, что Эдуард Шаварднадзе уже не тянет. Старый перец. И вот революцию Рос возглавляет Михаил Саакашвиль, реформатор и ставленник Запада. И мы все можем очень много говорить хорошего о Михаиле Саакашвиле, как о реформаторе, и тем более он сегодня является личным узником Путина. Но весь ужас в том, что революцию Рос осуществили не силы, которые подняли знамя сверженного, поруганного президента Звиада Гамсахурди, а люди из той же самой компании Гадриони, люди, которые были всю жизнь с Эдуардом Шаварднадзе. Михаил Саакашвили сделал очень много. Провел реформы, разогнал воров в законе, чем вызвал совершенно естественную ответную реакцию ненависти к себе. Он перезахоронил Звиада Гамсахурди в Твилисском пантеоне, назвал одну из набережных в Твилиси именем Звиада Гамсахурди и вернул некоторые законы, которые принимал парламент во время Звиада Гамсахурди. Либо он не успел сделать всего, либо это были декоративные полумеры, потому что правда настоящая не была вскрыта. На церемонию захоронения Звиада Гамсахурди не были приглашены ичкирейцы. Это и есть корень проблемы. Опять правда от Чеченской республики Ичкерия была скрыта. А ведь Звиад Гамсахурди был именно тот человек, президент, который признал независимость Чеченской республики Ичкерия. Он и Джохар Дудаев это две фигуры, два символа независимого Кавказа, народов, которые сражались с Россией. А Эдуард Шаварнадзе это символ коллаборантов, которые вступают в отношения с Россией, с преступным режимом. И если сегодня с таким ожесточением опять не открывается правда о Звиаде Гамсахурдия, это говорит о том, что определенные силы по-прежнему очень сильно боятся этой правды. Вот почему я призываю журналистов во всех странах наконец заняться этим вопросом. Рано или поздно все равно придется разгребать эти авгиевые конюшни. Понятно, что за этим, за открытием именно этой правды пойдет целая волна разоблачений. И вы увидите, что эти самые люди, хорошие русские, вот эти самые либеральные медиа, которые 30 лет вешали лапшу на уши, именно они получали все эти годы методички из центра, который называется Лубянка. Граждане Грузии по своей воле, по своей вине или нет, они сегодня находятся под влиянием этой самой пресловутой российской пропаганды. Если они найдут в себе мужество, силы признаться в том, что все эти годы они пропустили и дали себя обмануть российским спецслужбам, это будет хорошо. Но если нет, если их устраивает такая жизнь под российскими спецслужбами, то это за них сделают другие люди, потому что еще раз расскажу история великого человека Свяда Гомсахурдия. Это дело мирового масштаба. И так получилось, что судьбоносные события сегодня, связанные с предстоящим распадом Российской Федерации, упираются в информацию о перевороте в Грузии, о ликвидации Свяда Гомсахурдия. Федора Йоан Число что АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok